Россия обрывает последние связи с Арменией. С приходом к власти в Армении Пашиняна и его команды отношения с Россией резко ухудшаются. Правда ли, что при коммунизме продукты можно будет заказывать по телефону? Правда, но выдавать их будут по телевизору. В Советском Союзе широко была распространена байка о холодильнике и телевизоре. В те годы люди шутили, что надо подключить к телевизионному кабелю холодильник и последний будет ломиться от изобилия деликатесов. Ведь достаточно было включить телевизор, чтобы услышать, что советские граждане обеспечены всем необходимым. Дефицит продуктов питания ощущался, стоило лишь открыть дверцу холодильника. Похожая ситуация складывается и в Армении. Премьер-министр которой Никол Пашинян пытается заверить собственный народ к приближению экономической революции. Обещание обещаниями, да только ничего конкретного для выхода из тяжелой экономической ситуации он не предпринимает. А тем временем армянская общественность в напряжении ожидает наступления 2020 года. Ведь еще не решен окончательно вопрос ценовой политики российского Газпрома в отношении Армении. Как известно, с 1 января 2019 года Газпром повысил цену на газ для Армении со 150 до 165 долларов за 1000 кубометров. Правда, для населения тариф на российский газ не изменился. И вот над армянской экономикой нависла новая угроза. Так, Министерство транспорта России допустило досрочное расторжение договора об управлении ОАО российской железной дороги железнодорожной сетью Армении. Прорабатываются все варианты расторжения договоренностей. В интервью РТВА заместитель министра транспорта России Владимир Токарев заявил, что Армения создала ситуацию, при которой ЗАО «Южнокавказская железная дорога» не может нормально работать. Изъяты все документы за 10 лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Как уточняет РТВА и со ссылкой на источник, в августе 2018 года в Южнокавказской железной дороге прошли обыски по подозрению в неуплате налогов на 19 тысяч долларов. После чего в декабре в отставку был отправлен бывший замминистра транспорта Армении, который якобы скрывал выявленные во время проверок Южнокавказской железной дороги нарушения. В то же время, следовательный комитет Армении сообщил, что расследует деятельность Южнокавказской железной дороги за 10 лет и проверит эффективность инвестиций в 230 миллионов долларов. В сентябре 2019 года Пашинян уточнял, что проверки проводятся в интересах Армении. ЗАО Южнокавказская железная дорога является стопроцентной дочерней компанией ОАО Российские железные дороги и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО согласно подписанному 13 февраля 2008 года договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет. Удачи!